Вернуться к активному образу жизни. Все больше зареченцев в возрасте 65 плюс решаются привиться от коронавируса, чтобы вернуться на работу, участвовать в различных городских мероприятиях, а кто-то уже мечтает об открытии дачного сезона и планирует поездки на общественном транспорте. Все это не грозит заражением опасной инфекцией, если человек сделал прививку. Председатель первичной ветеранской организации ветерана образования Людмила Шайкина в числе первых записалась на прививку и прошла полный курс вакцинации от коронавируса. Я решила, что я сделаю обязательно эту прививку во благо себе и во благо всем, кто меня окружает. Это безопасность ваша, безопасность ваших близких. Во-первых. Во-вторых, вы будете общаться с другими людьми, не боясь. Председатель Зареченского отделения Общероссийского союза пенсионеров Тамара Алексеева также ни дня не сомневалась в необходимости вакцинирования от COVID-19. Для нее прививка – это еще и возможность общения с близкими. Я после прививки потом как-то сразу поехала в Москву к родственникам. Но я, в общем-то, уже там как бы и без опаски, без оглядки ходила по Москве. У меня была уверенность, что я здорова, что я никого не могу заразить. Подполковник в отставке Владимир Юферов принимал решение о вакцинировании от COVID-19 по-военному уверенно. О своем решении не пожалел ни разу. Чтобы сомнения эти убрать, так сказать, нужно просто принять решение. Чтобы не попасть на больничную койку, прежде всего. А второе самое – защита есть защита. Помочь пожилым зареченцам пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такую задачу поставил глава Заречного. Люди старшего поколения могут столкнуться с организационными трудностями при прохождении этой медицинской процедуры. Ведь далеко не все бабушки и дедушки умеют работать в интернете, чтобы самостоятельно записаться на прививку через сайт госуслуг. Вакцинация именно наших граждан 65 плюс – это важное направление. И учитывая это, в январе на одной из своих планерок я поручил нашим специалистам проработать вопрос работы с нашим старшим поколением с той целью, чтобы до них донести, как нужно вакцинироваться, что необходимо сделать, как записаться на прививку. Потому что мы понимаем, что для людей 65 плюс иногда бывает сложно пройти вот те стадии записи, которые связаны с регистрацией. По поручению главы города Олега Климанова в Заречном начал работать колл-центр, специалисты которого помогают зареченцам записаться на прививку от коронавируса. Телефон горячей линии 60 07 07. Мы помогаем, выбираем удобную дату и время для позвонившего и записываем через сайт госуслуг. Помимо этого мы сейчас обзваниваем членов городского совета ветеранов и информируем их о том, что в городе проходит вакцинация. И если ветеран испытывает трудности при записи на вакцинацию, мы помогаем его записать. По информации, на 18 марта от COVID-19 вакцинировано 2489 зареченцев. 49% из них, а это 1237 человек, люди пожилого возраста. Самому старшему привитому от опасной коронавирусной инфекции 96 лет. По словам заместителя начальника медико-санитарной части номер 59 Янины Никулиной, возрастных ограничений для вакцинации нет. Но очень важно соблюдать рекомендации врачей перед процедурой. Переносят прививку они также без всяких каких-либо особенностей, как и молодые. На вакцинацию они должны приходить в состоянии компенсации. То есть у них не должно быть обострения хронических заболеваний. У них не должно быть признаков острых заболеваний. То есть никаких симптомов урабоидеи, ни напряжения в горле, ни температуры. Соответственно, у них должно быть нормальное давление. Если пациент пожилой имеет сахарный диабет, соответственно, сахара должны быть тоже компенсированы до 10. Если пациент старше 60 лет имеет онкологию, онкологические заболевания, в принципе, как и любой другой пациент, то вакцинация возможна только после консультации с онкологом. После вакцинации пациентам старше 65 лет очень важно соблюдать санитарные противоэпидемические меры. Особенно в первые 42 дня после первой прививки, когда иммунитет еще не успел сформироваться. В этот период желательно без необходимости не выходить из дома. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».